Всем хеллоу! Сегодня я буду как будто продавцом в книжном магазине и порекомендую вам топ-пособий, которые помогут вам готовиться к ЕГЭ самостоятельно, а точнее подтянуть теорию за лето, грамматику, лексику самостоятельно. Интересно? Я думаю, да. Так что, погнали! Сегодня речь пойдет о предподготовке к ЕГЭ, а именно о проведении летних месяцев прекрасных с пользой для английского, конечно же. И я, как преподаватель, который давно и упорно готовит учеников к экзамену, хотела бы порекомендовать вам некоторые пособия, которые однозначно улучшат ваш уровень английского в целом. Ну, в общем, не всем, конечно, хочется к репетиторам ходить, поэтому вот такие пособия, в которых есть и ответы, и задания, и теория, будут очень даже кстати. В грамматике я бы порекомендовала вам учебник Мёрфи, знаменитый синий учебник English Grammar in Use, все его знают. В чем его удобство и преимущество? Ну, в первую очередь, как раз-таки здесь все составляющие, которые нам нужны, уже есть внутри. На одной страничке вы читаете теорию, она, кстати, на английском, что отлично поможет вам повысить уровень понимания текста и перевода. На второй страничке у вас задание на закрепление этой теории, а в конце учебника есть ключи. И, пожалуйста, все в одном, то есть теория, она проверяется на практике, и вы можете свериться с ключами. Таким нехитрым способом можно отлично улучшить знание грамматики. А если вам нужно еще больше грамматической практики, потому что, ну, все-таки в Мёрфи там ограниченное количество заданий, только вот одна эта страничка, и все. А если, например, вы не до конца поняли тему и хотели бы еще опрактиковаться с временами, что здесь, какой учебник подойдет, я бы рекомендовала Дроздову. Ну, грамматика, там абсолютно полный список всего, и, кстати, теория на русском языке. Очень много заданий, правда, ответы в отдельной книге. Данное пособие было в открытом доступе, не знаю, как сейчас. Загуглите, но, в общем, учебник выглядит вот так, он такой желтенький. Перейдем к лексике, потому что это неотъемлемая составляющая любого языка. Так, грамматика плюс лексика, чтобы я здесь вам порекомендовала посмотреть, почитать летом. Ну, если вам хотелось бы учить английский в контексте топиков, ну, к примеру, там, школа, учеба, работа, вот если вам нравится учить слова вот в таком ключе по топикам, и вы хотели бы самостоятельно как-то все это разобрать, то я порекомендовала бы вам пособие Кисунько, топики по английскому языку, кстати, в формате ЕГЭ, что вас ждет в этом учебнике. Текст, лексика к этому тексту, кстати, отличная, полезная в формате ЕГЭ, задания, вопросы, да, ну, буквально вот одно задание, ответы на вопросы, и это, пожалуй, все. Я бы сказала, что это немножко скучно летом вот так изучать топики, но все-таки будет однозначно полезно. Грамматику стираем. Это один формат изучения лексики, а для тех, кому нравится все-таки изучать лексику в предложениях, в контексте, как-то с сюжетом, то я бы рекомендовала вам почитать книжки. Сначала бы пройти так называемый placement test, кстати, по этому поводу рекомендую вам подписаться на мою группу ВКонтакте. Очень скоро мы опубликуем как раз-таки тесты на определение уровня знаний, каждый может попробовать. И, кстати, всех своих учеников я обязательно тестирую по уровню знаний и распределяю их по группам. Все-таки важно распределить все по уровню. И если мы говорим о чтении, то, вы знаете, есть ряд серий книг для чтения вот прямо по уровням. Уверена, что вы видели такие на книжных полках, вот посмотрите, здесь я их прикреплю. Они разные, это и классическая литература, адаптированная по уровню знаний. Это крайне удобно, классно, поэтому поищите что-то для себя, да, предварительно узнав свой уровень. Кстати, можете просто загуглить этот учебник, прочитать текст, посмотреть, насколько тяжело вам переводить предложение, или все окей, понятно, вот, и выбирайте для себя подходящий уровень. Потому что, знаете, нет ничего хуже читать книгу, в которой ты ничего не понимаешь. Я ничего не понимаю вообще. Какой-то набор слов и вообще не можешь перевести. Вот так не надо, это вас только отстранит от языка, и вы подумаете, ну нет, английский, прррр. Все, это, короче, вообще не моя тема. Поэтому, чтобы такого не было, нужно читать литературу по уровню. И третий этап нашей летней предподготовки к ЕГЭ, это изучение формата экзамена. Здесь я бы рекомендовала вам классный учебник, справочник, Муслановый, по подготовке к ЕГЭ. Там включены темы и грамматики, и лексики, какие-то устойчивые выражения, задания 32, 38, 19, 25, описание формата вообще всех заданий ЕГЭ в целом. Вот, скажем так, если вы уже готовы приблизиться к формату экзамена, и там, кстати, грамматические, лексические задания тоже уже в формате ЕГЭ, то вот последним этапом я бы рекомендовала вам посмотреть эту книгу, поизучать, получить лексику. Тоже будет классно. Таким образом, к сентябрю вы уже будете готовы начать серьезную подготовку. Кстати, уже сейчас открыт набор на мой годовой курс подготовки к ЕГЭ 2022. И сейчас самые лучшие условия для того, чтобы присоединиться. Очень рекомендую вам написать в сообщении группы ВКонтакте слово «годовой курс», и вам менеджеры расскажут обо всех условиях. Вот лучше всего присоединяться летом. Конечно, можно и в сентябре, даже в октябре можно, но чем раньше вы это сделаете, тем лучше. И, кстати, у нас сейчас идет летняя школа. В общем, много всего полезного. Подписывайтесь на мою группу, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарии с запросами на следующие видео. Что еще вам бы хотелось разобрать, что было бы интересно? Мне хочется, чтобы контент был максимально полезным. Вот так это все, что хотела сегодня рассказать. И давайте начнем уже читать книжки и с удовольствием приступим к подготовке к ЕГЭ, а не просто так ЕГЭ. Вот с таким вот настроем вряд ли что-то получится. А если ты бодро приступаешь и готовишься, уверен в себе, то все будет круто. Начинайте как можно раньше, и будут у вас максимальные баллы за ЕГЭ. Всем хорошего дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok